У нас будут слайды. Я как-то должна подключиться. Ага. Так. Теперь я вижу, в чате идет перепись. Я вижу вот это все. Теперь мне надо бы... Я теперь вижу даже слайд, который присутствует на экране. Думаю, что вы его тоже видите. Так ведь, да? Значит, давайте определимся. Все, рады вы меня видеть. Теперь я хочу понять, что видите ли вы мои первые слайды. Замечательно. Итак, хотелось бы сегодня с вами поговорить. Но прежде чем говорить, мы заглядываем в замочную скважину. И, как правило, каждый раз, когда мы смотрим на эту картинку, у нас возникает, наверное, то, что мы хотим понять. Наверное, человеку не хватает чего-то в этой жизни, в своей личной жизни. Может быть, у кого-то любопытства больше, и его это просто раздирает, это любопытство. А может быть, какая-то зависть или желание узнать чего-то больше. Замочная скважина для наших восприятий воспринимается, наверное, вот именно вот в таком моменте. И причин очень много узнать, почему же люди любят подслушивать и любят подсматривать в замочную скважину. В принципе, вроде бы не принято подсматривать, но мы понимаем, что любопытство – это такое качество или свойство, но, скорее всего, качество есть у многих людей. И сегодня я эту картинку поставила для чего? Для того, чтобы сказать, что в Арифлейм мы все открыты. Мы все открыты и все готовы делиться. Я бы хотела через эту картинку донести до вас и сказать, что будет 20, и потом еще 20. И еще очень много людей встречаться на пути в Арифлейм. И вы все время будете искать секреты. Секреты мастерства, секреты успеха. И вам будет всегда казаться, что вот у него, если я услышу, то это будет, наверное, самый лучший секрет. Так вот, я хочу сказать, что секретов нет. Все секреты уже давно открыты. Единственный секрет, который есть у меня лично, я открою в самом конце своего выступления. Ну а картинку эту я немножко ассоциирую с другим словом, с другим моментом. Это картинка не замочная скважина, а это мир, как мы смотрим через эту замочную скважину и сколько мы видим через эту замочную скважину. Порой многие люди Арифлейм воспринимают вот именно таким маленьким, вот через замочную скважину. Я же хотела бы сказать, что для меня Арифлейм – это распахнутая дверь. И, Александр, пожалуйста, запустите мне другой слайд. Мне сегодня Александр будет помогать в этом вопросе. И как раз я на Арифлейм посмотрела не через замочную скважину, я распахнула дверь и увидела вот это красивое волшебное слово «Арифлейм». Кто хотел бы познакомиться с моей историей, вы можете зайти на канал в YouTube и в трейлер посмотреть мою историю. Она вроде бы короткая, за 4 минуты я рассказываю о том, как прошла почти четверть моей жизни. Так случилось в моей жизни, что я очень рано повзрослела, потому что рано родила ребёнка, и в 19 лет мне надо было уже принимать решение и делать что-то очень важное для себя и для моего старшего сына. И тогда я понимала, что в этой жизни всё зависит от меня, что я только я, и я только могу изменить свою жизнь. Потом, конечно, я выхожу замуж за человека, от которого родила ребёнка, и с которым проживу 17 лет, и в этом браке ещё родится один ребёнок. Но его бесконечные пьянства, его бесконечные измены, и ничто не помогало мне повернуть судьбу в другое русло. Я понимала, что мне необходимо выживать. Мне надо было в эти голодные 80-е годы находить деньги, чтобы прокармливать и его, и детей, и как-то строить свою судьбу и жизнь. И тогда я просто уволилась из школы и пошла работать на автозавод. В отделе кадров я задала вопрос, какой самой высокой оплачиваемой работой я могу заняться. Мне пошутили, сказали генеральный директор и электросварщик. Конечно, я тогда на генерального директора не тянула, но в сварщики я пошла. Получила специальность сварщик третьего разряда. И вот эти красивые буквы Арифлэн – это следствие моей какой-то прошлой работы. Я просто понимала, что такое проволока, шестёрка. И когда мы вот эти буквы собирали в слово, мы как раз использовали вот эту проволоку. Но тогда, когда я закрывала щиток, я видела эти брызги и видела, как ложится этот шов. И я тогда думала, боже мой, вот моя жизнь тоже должна быть такая ровная, она должна быть такая красивая, а вот этот фейерверк – это салют в честь меня. И вот так развивалась я. И если бы в моей трудовой книжке не было бы слова «педагог», я бы, наверное, не оказалась бы в детском оздоровительном лагере «Бригантина». Именно моё прошлое начиналось там, в этом лагере. Но до этого момента были ещё моменты трудности. Я развожусь со своим мужем, потому что когда-то должен был наступить момент, должен был наступить вот этот предел, когда уже просто невозможно терпеть, когда в конце концов уже пора бы полюбить себя. И вы знаете, наверное, ещё тебе и нет сорока, и хочется быть счастливой. И ты понимаешь, что ты в бизнесе, уже я в «Рифлеем», и тогда мне хотелось бы какого-то безграничного женского счастья. И я, конечно же, делаю вторую попытку, выхожу замуж повторно и рожаю ещё одного ребёнка. И вот как раз, наверное, и это рождение ребёнка, рождение инвалида ребёнка, потому что это было следствие всех моих трудностей и экономических, и физических, потому что второй мой брак, он не был счастливым, потому что рядом с этим мужчиной даже измены и пьянства показались раем. И тогда я поняла, что что-то опять не так. И, конечно же, я не раздумываясь просто прекратила всякие отношения с этим человеком и остаюсь с тремя детьми для того, чтобы идти по жизни дальше. Было очень тяжело, потому что после разрушенного брака осталось 6 миллионов долгов, остался ребёнок-инвалид, и я понимала, что что-то надо делать, потому что я сама росла сиротой, воспитывалась в школе-интернат, и я понимала, что мои дети-сироты никому, кроме меня в этой жизни, не нужны. И вот тогда, в это тяжёлое время, дверь распахнулась, и в мой дом вошли два человека. Эти люди, которые навсегда изменили ход моей жизни, ход моих мыслей. Олег Селиванец и Вера Пентегова рассказали мне об этом удивительном слове «Арифлэм», об этой удивительной компании, которая потом будет исполнять мои мечты. Вот так началась моя сказка. И поэтому, Александр, следующий слайд. Сказка со счастливым продолжением. Это мои спонсоры. И вот здесь вы увидите, какой звёздной спонсорской цепочке я принадлежу. Это Вера Пентегова, которая с российским флагом, сапфировый директор компании «Арифлэм». Тогда, когда она пришла в мой дом, она была просто девушкой моего сына. Сегодня она является женой моего старшего сына и является моим спонсором. И я безумно люблю эту девушку, очень горжусь ей. И я думаю, что на форуме есть огромное количество людей, которые слушали её выступления и знают, что это потрясающий лидер компании «Арифлэм», великолепнейший знаток маркетинг-плана. Она носитель информации о продукте. Так, как рассказывает Вера о «Арифлэм», но на сегодняшний день в России никто с ней не сравнится. На канале «Арифлэм» у неё, на канале «У нас» на канале. Найти информацию и послушать, как она говорит о «Арифлэм». Вы можете её пригласить выступить и будете тоже, как я, восхищены Верой. Вот рядом мужчина, это Олег Селиванец, он тоже спонсор наш верхний. И вот он нас в один день пригласил, Веру и меня, и сразу попал в десятку. Олег Селиванец является продолжением великолепной команды Альбины Хафизовой, потому что он однокурсник и, естественно, попал в эту команду, потому что он однокурсник Альбины Хафизовой. И Альбина Хафизова является продолжением нашего наставника, учителя Рады Никитиной. А Рада Никитина – это яркое, ярчайшее звено, это самый сильный топ-лидер из команды Полежаевых. Вот мы такие, и продолжение, следующий слайд, пожалуйста, Александр. Когда-то я начинала этот бизнес одна, и у каждого момента есть счастливый, так скажем, переход. И был момент, когда в мою жизнь вошёл вот этот человек, Ильгиз Ахмедши, который просто-напросто, волшебным образом изменил мою жизнь, потому что я стала испытывать безграничное женское счастье, и Ильгиз стал со мной развивать этот бизнес. Сегодня мы на одном номере, и это наш бизнес. И следующий слайд говорит о том, что если я работала директором детского здравительного лагеря, то Ильгиз из нефтяной компании. У него замечательная была работа, он работал прорабом нефтяной компании и безумно любил свою работу. Он по жизни романтик, его тянет вот этот север. И когда он пришёл в Арифлэм из-за любви к женщине, и вторая причина, которая его привела в Арифлэм, это же, конечно же, путешествие. Его имя с татарского переводится как путешественник. И его вот манили и манят путешествие, и ему как раз вот эта возможность в Арифлэм не понравилась. Когда он пришёл в Арифлэм, ему все отказали, все до единого. Родители возмущались. Брат требовал, чтобы он вернулся на север, то есть продолжал там работать, и дурака не валял в этой компании. Но Ильгиз разобрался во всём этом, и он решил попробовать. И мы с ним просто-напросто выехали в другой город, это за 130 километров от нашего города. И на этой площадке в городе Ижевске начали активно на холодном рынке просто строить его команду. Пока он месяц работал, а месяц отдыхал. И таким образом мы практически за месяц выстроили команду, и он снова уехал на север. Так это продолжалось до тех пор, пока не наступила первая золотая конференция, куда надо было поехать нам вместе. И он принимает решение уволиться, увольняется, начинаем работать. Но что-то не так. В этой работе ему нравятся все возможности Арифлейм, но вот эта работа на севере, эта мужская работа, ему нравилась больше. И он понимал, что денег там всё равно не так много, как в Арифлейм, что поездок за рубеж там не видать. И он всё-таки принимает решение вернуться на север. И так продолжалось три раза. Первый раз он вернулся на полгода, второй раз он вернулся на месяц, и третий раз он поехал и тут же через неделю вернулся. И теперь уже окончательно мы строим бизнес Арифлейм, и у нас большие грандиозные планы. Вот его короткая история. Сегодня о бизнесе рассказываю я. Я думаю, что мы ещё будем встречаться на онлайн-форуме, когда будут выступать мужчины, и расскажем ещё историю. А дальше мы рассказываем о том, как мы работаем. И следующий слайд. Вот причина. Если у Эльгиза причина – это, вернее, не причина, а мечта. А у меня, конечно же, это причина. Это мой ребёнок-инвалид, который должен был в этом обществе развиваться, расти, и должен был сбегать своими ножками. И на это нужно было очень много денег. А деньги – это настолько большие, что одной зарплаты учителя на это не хватит. Даже год будешь копить не хватит. И я понимала и умом, и разумом, что я соглашаться с этой позицией не буду. Я буду делать всё, чтобы только не катать инвалидную коляску. И, конечно же, я начала очень активно развивать структуру, очень активно работать. Сразу поставила себе цель бриллиантовый директор. Я не понимала вначале, как это нужно делать, но каждый раз я думала, я бриллиантовый директор. Я понимала, что бриллиантовому директору в тот момент платили 150 тысяч рублей в месяц. Тогда было 12 каталожек периода. Я понимала, что мне эти деньги будут платить. Я мало понимала, как я это буду делать, но я держала это в голове и работала над этой программой. И вот это моя причина, почему у меня быстро получилось. Найдите причину, и получится у вас. Ну а дальше? А дальше я расскажу вам, как всё это получилось, откуда вот этот развивать себе характер, чтобы у вас получилось. Потому что вы, наверное, слышали такое изречение, посеешь привычку – пожнёшь характер, посеешь характер – пожнёшь судьбу. Вот во мне, наверное, вот это проявление характера. Я могу, я буду, у меня получится. Вот это меня, наверное, не сломило. И вот здесь на фотографии, на слайде показаны те листочки, которые я заполняла, пока вынашивала этого ребёнка. Вернее, его вынашивали в кувезе, а я находилась в больнице. И я каждые три часа сцеживала молоко для того, чтобы моё материнское молоко помогло сохранить этого ребёнка, который родился на 26 неделе, 900 грамм из двойни, и он остался живым, второй умер. И я понимала, что только я могу спасти его. И я понимала на тот момент, что если судить по моей комплекции, там неоткуда выжить этого молока. Но я начала разрабатывать грудь и просто сцеживать и наполнять свою жизнь вот именно вот этими моментами. Каждый раз я сцеживала, и только чайную ложку относили в кувез и добавляли этому ребёнку. Потом пенициллиновый пузырёчек, потом ещё чуть-чуть. И даже когда мы выписывались из больницы, я ещё давала чуть больше пенициллинового пузырька. Но за этот момент я научилась сцеживать по полтора литра молока. И когда мне сейчас говорят мамочки, что у меня нет молока, я просто хочу сказать, ты большая лентяйка, у тебя есть молоко, ты просто ничего не хочешь сделать для того, чтобы твой ребёнок, которого ты вынашивала 9 месяцев, получал от тебя самое ценное, чем одарила тебя природа. Я каждый раз хочу сказать таким мамочкам, поработай, поработай, понимаешь, с этим молоком ты самое ценное передашь, и ребёнок потом вырастет совершенно другим. Я не знаю, как у других, но у меня это получилось, и вот здесь на листочках даже писали стихи, потому что был момент, когда вопрос стоял между жизнью и смертью. И, конечно, я в этот момент молилась, молилась, и вот сегодня моему ребёнку уже 17 лет. Он очень сложно, он очень добрый, он очень классный, но общество наше не готово к таким детям, и ему сложно обходиться со злостью, ему с цинизмом порой, но он молодец, он умеет выстоять, он умеет… он занял своё место на этой планете, и он транслирует на весь мир. Я добрый, я добрый. И он излучает эту доброту. Я очень благодарю Бога, что вот этот человек учит доброте, он учит успеху, он заставляет просто шевелиться. Поэтому низкий покон моему сыну. Дальше, Александр. Ну а это вот благодаря моему сыну достояние Арифлейм, потому что, чтобы поднять этого ребёнка, нужны были большие деньги, а чтобы стать бриллиантовым директором, нужно было найти среди 7 миллиардов человек всего 6, кому нужны большие деньги. Всего 6, у кого большие мечты. Всего 6, рассказать им, и чтобы они тебя услышали, и чтобы они пошли за тобой. Эти люди, они разные. Они яркие, они активные, они красивые, они с характером, они достояние Арифлейм. И о каждом я могу пить оды, рассказывать историю о каждом человеке. Взять вот в очках Юлии Щеголева. Она живёт в маленькой-маленькой, маленький городок, почему-то город называется, но там живёт всего 2000 населения. Она директор компании Арифлейм, и на улицах города можно встретить брендированный Арифлейм, брендированный автомобиль Шкода Рапид, на котором ездит Юлия Щеголева. Мы с ней познакомились в больнице, и в день её 30-летия она получила от Бога такой подарок. Это Арифлейм. А пониже фотография. Это семейная пара Нины и Мараты Зариповых, которые живут в том же городе, где я живу. Но удивляюсь я самой себе. На тот момент, пока я их не встретила, я их даже в список свой не включила. А ведь я тогда уже была топовым лидером компании Арифлейм. И почему-то я решила за них, что им деньги не нужны, что они успешны, что они в достатке живут. Это люди, которые сегодня открыли звание сапфировых директора, и они в нашем городе развиваются очень самостоятельно лидеры. А там же рядом с ними девушка с красной помадой – это моя двоюродная сестрёнка Гузель Гаскарова. Когда я её пригласила в Арифлейм, она первая мне отказала. Первая, кому я рассказала, и первая, кто мне отказал. И ровно год она просто не слышала информацию о Арифлейм. И если я приходила в гости к своим родственникам, она просто вставала демонстративно и уходила, и говорила, у тебя больше разговоров, кроме Арифлейм, нет. Но через год, когда она увидела на моём журнальном столе чековую книжку в 39 тысяч рублей, она спросила, а что я должна сделать, чтобы зарабатывать такие деньги? Тогда она работала учителем в той же школе, где я воспитывала, в школе-интернат. И сказала, познакомь меня с пятью твоими знакомыми, я им расскажу, и ты будешь очень успешной. Ну, может быть, последнее по-другому я сказала, ну, что пять человек нужно пригласить. Это вот точно. И вот пошло и понеслось. И тогда она очень активно, очень быстро стала развиваться. Сегодня у неё собственная квартира, она меняет машины, у неё очень сильная, яркая команда. Я очень горжусь своей сестрёнкой. А вот над ней фотография. Это великолепнейшие лидеры Арифлейм. Это люди, которые сегодня стремительно развиваются и следующим, вернее, этим каталогом, этим каталогом они открывают звание бриллиантового директора. Прошлым каталогом они открыли пятую группу, сейчас шестую. Эти люди сейчас работают и в оффлайне, и в онлайне. Мамочка в декрете, папа-мама в декрете с двумя детьми. Это люди, которые, когда их первой дочке было 10 месяцев, о, 10 дней, что-то волнуюсь я сегодня. Когда первой дочке Эстель было 10 дней, королева Швеции Сильвия их пригласила в Нобелевский зал. И они там побывали. Ещё есть у них маленький Роберт. Когда они хотели пожениться, Ольга была Хохрякова, а Роберт был Шимарданов. А мы очень любили мечтать. И тогда я им предложила. Я говорю, знаете, у меня есть идея. А давайте ваша фамилия будет Офьёхники. Ольга и Роберт Офьёхники. Красиво звучит. Ну, мы помечтали. Офьёхниками они не стали, но у них родился год тому назад маленький сын Роберт. И теперь Роберт Офьёхник, Роберт Шимарданов, Роберт Киосаки и маленький Роберт. И это напоминание о том, что они принадлежат шведской компании Reflame. Я думаю, что они уже выступали на онлайн-форуме, ещё будут выступать и расскажут свою историю. А в центре девушка в синем платье это моя подруга, вот которая не купила у меня первый продукт, не заказала мне ничего. И она просто-напросто отвергла моё предложение. Через год услышала других в очереди, потому что работала курьером и рассказали ей о том, что есть такой Reflame. Ну а рядом Айслу Амирова. Вы знаете, люди по-разному приходят. Может быть, надо где-то застрять в машине, вас будут выталкивать, машина не будет сдвигаться с места, тогда вам придётся где-то погреться. И в этот момент вас спросят, а что вас сюда занесло? И тогда вы волшебно скажете. Мы занимаемся поиском директоров для компании Reflame. У вас есть в окружении люди с активной жизненной позицией, люди зажигалки, люди с лидерскими качествами. И вам скажут, да, есть девушка, которая палец засунет, руку откусит. И тогда вы придёте к ней, расскажете об Reflame, и она станет ярчайшим лидером компании Reflame, как стала Айслу Амирова. Ну а с правой стороны это Ирина и Володя Волковы. Это удивительная история людей, которые с первого раза просто не сдались. Вы знаете, есть люди, которых надо просто опекать, искать, зажигать, разговаривать, общаться, выстраивать отношения. И через какое-то время эти люди придут на вас. Так и случилось с Ириной. Я вышла из кафе с мужем и с одной девушкой. Мы собирались домой, и видим, в толпе стоит яркая, очень яркая, активная женщина, и что-то даёт, какие-то указания. И мы понимаем, что это очень интересный человек. И мы даём задание девушке, Лене, подойти и отдать пригласительный на мастер-класс. На мастер-класс она не пришла. Тогда мы пришли к ней, потому что до этого я подошла и спросила, как зовут, откуда, живёт ли она здесь. На что она ответила, нет, я работаю здесь. Эта история очень интересная. И я думаю, что в какой-то день мы ещё раз встретимся с этими удивительными людьми, ну а мы дальше двигаемся. Вот мы познакомились с людьми, там всего семь фотографий было, но в своё время у нас было восемь команд. И мы построили карьеру в Арифлейм, стали старшими бриллиантовыми директорами, получили чеки, съездили в очередную страну, это в Кению. Нас там очень красиво награждали, и мы очень радовались этому моменту. Но в жизни бывают моменты, бывают люди, которые... Арифлейм подходит для всех, но не все подходят для Арифлейм. Будут люди, которые будут искать ещё лучшего спонсора. Их спонсор, может быть, чем-то не будет устраивать, потому что в этот момент у спонсора, может быть, какие-то моменты, беды могут наступить. Может быть, человек будет искать, ну, как всегда у нас, трава зеленее, что-то лучшее. И так и в нашей жизни. В тот момент... Можно дальше слайд? Когда в нашу жизнь ворвалась новая беда, мой старший сын, он попал в больницу, и в институте Бурденко, именно в тот день, когда шёл банкет директоров в Москве, ему сделали операцию, и он не выходил 6 часов после операции, остался в коме, и почти месяц он находился в реанимации в коме. И вот на этой фотографии его только через месяц вернули в палату интенсивной терапии. И в этот момент восьмая группа у нас ушла искать в поисках нового спонсора, а потом уже в поисках новой компании. И из восьми групп у нас осталось семь. Потому что на тот момент нам надо было уже заниматься вопросом сына. Вот на этой фотографии я счастливая, радуюсь тому, что мой сын, который боролся между жизнью и смертью, он вернулся. Но ещё в эту минуту, вот на этой фотографии, я не понимаю, что будет с моим дальше сыном, что он будет в инвалидной коляске, что у него исчезла память, что у него отсутствует 100% речь, что всё это будет возвращаться. И моментами-моментами это будет впереди. Но в тот момент я была счастлива. И на фотографии вы это видите. И вот, понимаете, в эту минуту ты понимаешь, что Арифлэм больше, чем тушь и помада. Арифлэм – это подушка безопасности. Арифлэм – это большая семья. Арифлэм – это нечто большее. Арифлэм – это как ангел-хранитель. Ты понимаешь, что если бы не было Арифлэм, я бы потеряла бы и младшего сына, и старшего сына. И поэтому только благодаря Арифлэм, следующий слайд, мы выжили, мы выстояли. И из инвалидной коляски сегодня мой сын сел на велосипед и по 100 километров ежедневно летом. Сейчас в зимнее время уже на другом велосипеде он ездит по трассам. И даже вот ему в этом году будет 5 лет, как он вышел из больницы. А 2 года тому назад он занял 6 место в России в чемпионате среди людей с ограниченными возможностями. Это чемпионат России. 6 место. И вот он стоит с человеком, который занял первое место. И это всё благодаря тому, что это велнос, это благодаря тому, что сила воли у этого человека, это благодаря тому, что его жена, а это мой спонсор, который на фотографии окружила своего мужа любовью. Окружили мы, вся семья нас, 11 человек, мы окружили любовью этого человека. И, конечно же, деньги. Потому что, чтобы купить велосипед, чтобы купить костюм, элементарный шлем, чтобы дать мотивацию этому человеку, которому жить не хочется, потому что в свои 30 лет он не говорит. И в этот момент ты понимаешь, что каждый раз нужно какую-то порцию мотивации дать, то поехать на Олимпийские игры в Сочи, чтобы он окунулся в атмосферу праздника, в атмосферу победителей и получил порцию мотивации, чтобы он поехал на эти соревнования, чтобы ещё какая-то была у него мотивация. Для всего нужны деньги. И, конечно же, нужны деньги на лечение, потому что одно лечение в Центре патологии речи стоит 500 тысяч один курс лечения, полмиллиона. Если бы не было этих денег, я не знаю, какая школа, какое государство выделило бы деньги на лечение. И сегодня, когда говорят, что после инсульта люди не восстанавливаются, они бы, может быть, восстановились бы, но просто нет денег. Нет терпения и нет денег. У нас и терпение, у нас и деньги, и у нас, конечно, есть волшебный велосипед. Дальше, Александр. Спасибо, Александр, вам за то, что вы мне сегодня помогаете. Окружайте себя победителями, окружайте себя людьми, у которых психология победителя. Вы знаете, у меня любимое слово не ной. Я не переношу людей, которые ноют. Я даже своим детям говорю, перестань ныть. Я не могу. У меня прямо вот начинает в каждое тело раздражаться, когда люди начинают ныть. И я всегда таким людям говорю, когда там говорят, я не умею говорить про Арифлейм. Я говорю, знаешь, мой сын бы с удовольствием с тобой сейчас поменялся бы местами, и он бы пел бы дифирамбы Арифлейм. Когда мои люди говорят, ой, это же надо столько ходить. Я знаете, говорю, Ирик Зарипов, олимпийский чемпион четырехкратный, с удовольствием поменялся бы сейчас с тобой ногами твоими, и бегал бы, и искал бы и клиентов, и консультантов. Вот этого человека, олимпийского чемпиона, мы не знали. Но когда встал вопрос, как же повлиять на судьбу моего сына, мы поехали за 400 километров искать этого человека, чтобы узнать психологию этого человека, узнать, что ему движет, почему он такой счастливый, что он сделал, чтобы стать олимпийским чемпионом. И мы от человека к человеку нашли его, познакомились с ним, подружились с ним, и даже сходили на какие-то малые, какие-то детские игры. И, как всегда, у нас в машине есть в заначке продукты, и мы отблагодарили детишек, которые участвовали в каких-то конкурсах. мы поздравили, дети были счастливы, что увидели вживую олимпийского чемпиона, они, может быть, даже не поняли, откуда подарки, а мы были счастливы, что в нашем окружении появился вот такой человек. И когда я у Ирика спросила, Ирик, что тобой двигало, когда ты эти четыре медали получил, что тобой двигало на этой трассе, что ты слышал, что ты видел, на что Ирик сказал, ничего, кроме слова победа, победа, победа. Я не слышал свиста болельщиков, я не слышал ничего, у меня в ушах только было собственное слово победа. И вот сейчас через эти кадры, через этот слайд я хотела бы обратиться к каждому из вас, человеку, присутствующему сегодня на вебинаре. Вы знаете, наши основатели, Роберт и Афганики, достаточно уже немолодые люди, люди, которые сложили нашу мечту всю свою жизнь, они ждут нас на праздник в Майами, на юбилей компании «Рифлэйм», на праздник победы в честь 50-летия. И они очень ожидают, чтобы каждый из присутствующих сегодня на онлайн-форуме присутствовал на празднике, на юбилей. Они сделают всё для того, чтобы этот праздник состоялся. И поэтому у меня через этот слайд убедительная к вам просьба сделайте всё возможное и невозможное для того, чтобы в оставшиеся 170 дней у вас появились 6 человек, которые построят директорские команды. И чтобы вы оказались на этом празднике победы, на этих Олимпийских играх, потому что наши бриллиантовые команды, бриллиантовые конференции, это сравнительно Олимпийским играм, на которые собираются чемпионы. Поэтому сделайте, у вас обязательно получится. Если у Ирика Зарипова получилось занять 4 победных места и получить только потому, что он проявил волю к победе, я думаю, что и у вас обязательно получится. Александр, дальше, пожалуйста. Слайд. Я так боюсь, мне хочется уложиться во времени. Вы знаете, хочу поблагодарить особенно вот эту женщину, потому что когда мы вышли в этот момент, ушли в момент восстанавливания сил, в момент восстанавливания своего ребёнка, чтобы он вернулся к жизни, на этот момент мы как-то выпали из бизнеса на целых 3 года. И компания «Орифлэм» каждый 21 день нам перечисляла более 300 тысяч рублей на наш расчёт. В каждый месяц получалось более 300 тысяч рублей. И эти деньги мы, конечно, отправляли на лечение. И у нас не стоял вопрос о бизнесе. Мы поняли, что такое остаточный доход. Но когда мы уже стали поправляться, и когда мы понимали, что дальше уже и сын участвует сам в развитии собственного здоровья, мы снова вернулись в бизнес и взяли новых людей в разработку. И вот прошлым каталогом мы восстановили восьмую группу, восстановили звание старшего бриллиантового директора, и было ощущение, как будто бы всё заново начинается, было ощущение новизны, как будто только в Арифлейм подписались. И поэтому Рамзия Арнестовна огромная вам благодарность за то, что услышали. Хотя услышала она не сразу, первый раз после презентации она отказала, сказала, мне это неинтересно. А через полгода позвонила сама и спросила, вот у меня тут заказы есть, как мне их разместить? И, конечно же, мы снова разговаривали о бизнесе, и я ей говорила, Рамзия Арнестовна, давайте всё-таки будем строить бизнес. И вот сегодня у неё очень сильная ветка, и она работает над тем, чтобы поехать в Майами, чтобы увидеть бриллиантовую конференцию, потому что она была в Египте и увидела размаха «Флэйм». Ей понравилось всё именно в Египте, понравилось, как награждают. Она была на мегафоруме и шла по лестнице успеха, так скажем. Вместе со своей командой вот на этой фотографии как раз идут Эльвира Крещенская из Екатеринбурга, и они с мужем, с Олегом сейчас там ведут очень сильную ветку. А после неё идёт сестра Эльвиры Динара Раянова. Очень сильная ветка, и я знаю, что эту команду ждут большие победы. Спасибо вам ещё раз. Хочу благодарность выразить за то, что пришли в самое тяжёлое время, именно когда было не очень сладко, и вы своим результатом сейчас дали мне возможность обрести новые крылья и лететь высоко-высоко. Дальше, Александр, дальше будем рассказывать. Спасибо, Рамзия Арнестовна, вам огромное. Ну, что же мы делаем для того, чтобы развиваться со всеми лидерами, и что делаем мы в нашей команде? Ну, первое, мы очень любим wellness, очень любим, потому что вы из моей истории поняли, что именно благодаря wellness и младшего сына я подняла, потому что он инвалид с детства, и по зрению было минус 9, сейчас минус 2, один глаз. Сами удивляемся, благодарим, торжествуем от того, что сегодня ребенок ходит без очков, потому что каждый день я даю ему wellness, омега-3 даю, даю очень много омега-3, потому что омега-3 это то, что нужно для мозгов, потому что он родился несовершенным, это нужно для зрения, для его хорошего самочувствия, поэтому мы проводим очень много детских праздников, часов здоровья, и мы понимаем, что это не просто наша работа, а это наша миссия, потому что мы растим новое поколение людей, которые с молоком матери понимают Арифлейм, и при выборе у них не будет другого слова, они будут знать, что это Арифлейм, эти детки скоро вырастут, как и выросли сейчас люди, которые на онлайн-форуме находятся, потому что на этом онлайне находится девушка Катя, ей чуть больше 19 лет, а мы в Арифлейм пришли 16 лет назад, то есть тогда она была малюткой, маленькой девочкой, вот такой же, как на фотографии, а сегодня она является нашим ключевым партнером, вырастут и эти детки, и они станут нашими ключевыми, поэтому мы проводим очень много мероприятий, живем мы в маленьком городке, это 120 тысяч населения, но несмотря на это мы даже проводим большие мероприятия и приглашаем таких именитых людей, как Наталья Таран, Ольга Николаевна Григорьевна несколько раз в нашем городе была, и других спикеров, которые рассказывают о компанию, вернее о велнессе, доносят до людей идею велнесс и доносят до людей, что это самое лучшее, что сегодня есть на рынке. Дальше. Александр, мы двигаемся дальше и рассказываем о том, как мы работаем и с велнесс, и вот вебинары, форумы, и вот здесь есть слайд такой, доля велнесса в структурах России, и очень горжусь тем, что мы занимаем четвертое место со своей командой в России, когда-то мы были номером один, но мы не упали, нас просто обогнали, есть люди, которые стали делать это сильнее, но мы не сдаем свои позиции, мы хотим вернуть эти позиции, поэтому у нас на постоянной основе каждую среду это вебинары о велнессе, это большие форумы, это семинары, мы делаем все для того, чтобы велнесс подвигать, потому что за велнессом большое будущее, это самые баловые продукты, эти продукты, которые сделают людей счастливыми, как сделали когда-то нас, и делают людей молодыми, потому что на сегодняшний день мне буквально через, по-моему, две или три недели исполнится 54 года, но я себя великолепно чувствую, только потому что каждое утро у меня начинается с бокала коктейля, и, конечно, я пью ежедневно витамины, и вся моя семья употребляет велнесс, мы об этом рассказываем, и об этом преступлении не делиться, преступление, когда ты знаешь о велнесс, об омеге-3, и не рассказывать другим людям, надо делать все, чтобы другие люди тоже были счастливы, дальше. Ну вот, я, конечно, сегодня не могу вам показать ролики, но на канале в Ютубе у нас есть очень много роликов, вы просто найдите Бузель Гелязова и Ильгис Ахмедшин, и вы увидите там ролики, которые показывают, как мы живем, и вот с этого мероприятия тоже есть ролик, называется День спорта, это когда мы свою команду собираем в спортзале, и проводим очень интересные мероприятия, делимся на команды, соревнуемся, и, конечно, неизменные наши вот эти буквы Арифлейм, которые мы привезли из Греции, и мы демонстрируем нашему городу о том, что есть движение Велнос, ценители здорового образа жизни, демонстрируем нашему городу о том, что мы команда, что есть в городе Арифлейм, что это самый сильный бренд, это узнаваемая торговая марка, и через вот такие мероприятия мы доносим до людей информацию о компании Арифлейм. Дальше ролик посмотрите и побольше узнаете о нашей компании. И, конечно же, опять-таки много мероприятий для детей, именно вот как приглашать мам, как через детей, приглашайте через детей, и потому как мы сами педагоги, нам эта форма очень сильно подходит. Вы знаете, сейчас канун Нового Года, и если вы придете в любую школу, к любому завучу, к любому директору школы, и скажете «Здравствуйте, я представляю компанию Арифлейм, я вместо Деда Мороза пришел с подарками от Арифлейм, хотел бы поговорить с вашими детьми о мечтах». Дело в том, что наша компания Арифлейм имеет запатентованный лозунг или девиз твоей мечты и наше вдохновение, и мне дали задание шведы поговорить с детьми о их мечтах, и сделать выставку в городе, в любой библиотеке, можете сделать в музее с мечтами детей. С каким классом я могла бы поговорить? Вас направят в какой-то класс, вы выбираете этот класс, приходите, разговариваете с детьми и спрашиваете у детей, знают ли компанию Арифлейм, спрашиваете у детей, какие у них мечты, и говорите, дети, вот скоро Новый год, и очень хотелось бы с вами поговорить о ваших мечтах. Вот такая рамка у меня есть, а вот здесь мечты, и я вам предлагаю оформить вот такую рамку, и на следующей неделе у нас будет День защиты мечты, я приду с подарками, а вы расскажете. Ну а сейчас просто расскажите по своей мечте. Как правило, дети расскажут, но этих мечт будет мало, а через неделю вы удивитесь. Попробуйте этот метод, он хорошо работает, и на нашем канале в Ютубе есть ролик «Построй свою мечту», вам этот ролик понравится, вы можете его использовать в работе. Дальше идем, Александр. Я боюсь занять место. Тема моего сегодняшнего выступления «Атмосфера в команде». И вы, наверное, уже понимаете через мое выступление, что «Арифлэм» это как семья, и в любой семье важна атмосфера, важна вот эта любовь, дружба, взаимопомощь, взаимоподдержка. Вот для меня «Арифлэм» это как одна семья. и моя задача как топ-лидера создать, склеить команду, создать вот эту атмосферу через мероприятие. И в нашей команде, вот конкретно в нашем городе Нефтекамске, не обходится ни один месяц, когда бы мы не собрали нашу команду в 150, в 200 человек и не провели большое какое-то мероприятие. Это и выезды, и мероприятия просто на отдыхе зимой и летом. Это, конечно же, большие встречи «Арифлэм». Можно дальше слайд. Это же, конечно, какие-то семинары и всего полно у нас. И мы очень любим вот эти встречи, когда собирается наша команда, и мы часто используем на этих встречах наших дорогих мужчин, потому что основателями компании являются мужчины, руководители мужчины. У нас очень много в последнее время стало топовых лидеров мужчин. Когда-то их жены начинали этот бизнес, а сейчас мужчины взяли в свои руки этот бизнес и просто начали править балом. И поэтому мы понимаем, что мужчины строят бизнес на женской красоте и пусть вот отрабатывают на сцене. И мы, конечно же, делаем очень много праздников, и наши мужчины выступают, мы приглашаем гостей, мужчин, и вот через мужчин мы доносим возможности Арифлэн. И это у нас как правило уже, и нам это очень нравится. Попробуйте, и у вас получится дальше, Александр. И вот бизнес-форумы можно проводить. У нас Ильгия стала организатором такого бизнес-форума. И даже Йохана Розенбурга он пригласил, и Йохан Розенбург приехал на это мероприятие и еще обещал приехать. Самое главное проводите. Станьте организаторами всех дел, и у вас обязательно получится, потому что клеем для бизнеса являются как раз вот такие мероприятия. И, конечно же, любую победу надо праздновать, зажигать людей на любую мечту. Это вот в марте мы провели балл менеджеров, рассказали о том, как мы побывали на лайнере в прошлом году на золотой конференции. Рассказали о том, что Арифлэйм будет делать все для того, чтобы это повторилось. Смотивировали людей и в Анталию, и на лайнер. И мы рассказали о том, что компания готовится к 50-летию. И вот всегда у нас такие праздники проходят вот в таком количестве людей, вот в таком красивом зале. И буквально вот 23 декабря мы снова соберемся уже на новогодний балл и снова будем праздновать победы наши. А побед у нас в этом каталоге будет очень много. Дальше двигаемся. А вот это последний наш семинар выездных структурных мероприятий, тренинг. Мы не только в нашем городе проводим, мы большими командами выезжаем и в Уфу, и в Ижевск, и в Москву. У нас даже какой-то год было так, это благодаря ребятам из города Ижевска, когда Рухлядевы, Ирина Волкова взялись за то, чтобы к поезду подцепить еще два вагона и посадить туда нашу команду. Мы даже на такое способны. Мы выезжаем большими командами на различные мероприятия. И вот буквально, когда вернулись мы из Египта, на следующий день мы собрались на такой выездной семинар и поставили командную цель, большую командную цель вылететь большим самолетом в Анталию на конференцию менеджерскую, и у нас обязательно это получится. Вот такие мероприятия мы проводим и дальше, Александр. И это нам помогает в Росе, потому что у нас есть мечты. И вот позади меня я подготовила, так скажем, обычно это у меня на стене висит, а это красивая рамка в багетной мастерской. Это наши мечты, которые висят в нашем кабинете, и мы каждый год в канун Нового года вместо того, чтобы резать салаты, мы всей семьей ползаем по полу и режем журналы, и делаем ревизию нашей мечты. Мы пополняем свой коллаж и делаем что-то много для того, чтобы мечты наши сбывались. И у нас в доме на веранде перед баней есть такое место. Вот надо было эту крышу обшить. А у меня в голову пришла идея, что надо все чеки, которые мы получили, привить на эту крышу и просто вести переговоры вот на этой веранде. И каждый раз, когда к нам приходят гости, мы с ними говорим о чем-то другом, но они поднимают голову, видят эти чеки и сами задают вопросы, простите. И тогда мы начинаем говорить об их мечтах. Мы говорим, как они могут мечты исполнить. И, конечно же, потом даем маркер в руки, они поднимаются и пишут, вместо того, чтобы писать «здесь был Вася», они пишут «у меня есть мечта», допустим, купить дом или машину или еще что-то. То есть это намоленное место, и нам это место очень нравится. Наступает лето, весна, мы снова собираемся и стараемся очень много встреч проводить до позднего вечера на этой веранде. Ну, а здесь фотографии Ольги с Робертом. Эта мечта была придумана на кухне, и она реализовалась. Это когда свадьбу сыграть в канун золотой конференции, а потом отправиться в свадебное путешествие на золотую конференцию, и пять тысяч человек в Греции поздравляли Ольгу с Робертом, и им повезло, их даже поздравляла Томила Полежаева. Очень много мечт мы придумали, очень много мечт сбылось. Это любимое мое дело, чем я люблю заниматься. Я люблю говорить с людьми о мечтах, люблю людям формировать мечту, люблю у меня вообще 30% моей презентации это мечты. Я очень много говорю о мечтах, а потом только под их мечту даю возможность, как дальше двигаться. Дальше двигаемся по слайдам. А вот это моя мечта сбывшаяся, это знаковое событие, которое я буду беречь в голове, в своем сознании всю мою жизнь. Моя жизнь делится до этой фотографии, после фотографии, когда мы побывали в Нобелевском зале. И вот ради такой мечты неважно, каким способом вы работаете, неважно, как вы работаете, важно, сколько вы работаете, вы ради этой мечты должны постараться, потому что это была уже вторая мечта, второй раз, когда люди собрались в Нобелевском зале навстречу с королевой Сильвией. И это будет повторяться. Компания все время привыкла нас удивлять. Ради Бога, сделайте все, чтобы ваши вот такие яркие мечты сбывались. Дальше двигаемся. Это очень знаковое событие. Ради этого стоит работать. Ну и конечно это путешествие, это когда ты каждые полгода отправляешься в какую-то страну. 42-я страна уже с командой. Это не только вот Арифлейм отправлял. Было время, когда я от компании выиграла поездку в Стокгольм. Это первый раз моя поездка была, когда за продажу туалета и воды Солиден награждали. Я даже про эту акцию не знала. Я просто работала, очень много работала. и оказалось, что стала победителем. Я просто продавала эту новинку и говорила, говорила так много, как сейчас говорю про новейдж, как говорю про туалетную воду эссенза, Джордане Голд эссенза, как про экологен я сейчас говорю, безумолку говорю, и это меня приведет к новым результатам, потому что, вы знаете, есть в нашей команде парень, который когда-то работал в салоне по продаже автомобилей, и когда я у него спросила, у тебя есть план, он говорит, да, у меня есть план, 16 автомобилей я должен продать. Я говорю, чтобы 16 автомобилей за миллион продать, ты, наверное, должен это знать про каждый болтик. Он говорит, да, я должен знать автомобиль в совершенстве. А когда появляется новинка тушь, и мы, кроме слова тушь, не знаем ни о чем, о какой тогда конференции мы можем просто мечтать. Мы должны знать о продукте так, мы должны выучить эту песню и просто рассказывать людям. Эта песня уже готова, ничего не надо придумывать, не надо изобретать велосипед, надо просто открыть каталог и прочитать раз, два, три, четыре, пять, десять раз и рассказывать. Рассказывать из уст в уста нести эту информацию, которую для нас приготовили и маркетологи, и психологи, и люди, которые занимаются продвижением наших продуктов. Только потому, что мы безумно будем любить продукты, которыми и сами пользуемся. Я 15 лет, уже 16 скоро пользуюсь только продуктами Арифлейм. У меня в доме ничего, кроме Арифлейм, нет. И самое удивительное, те, кто у меня был в доме, в гостях, они знают, что у меня полки не ломятся. Я не собираю продукты ни на продажу, ни на что, хотя я когда-то очень много продавала. Очень много. Я просто пользуюсь. И часто бывает так, что у меня дома то зубная паста, то что-то заканчивается. Я не собираю ни в проб, никуда. Я просто вот каждый каталог заказываю для себя, для своей семьи. В прошлом каталоге это было 500 с лишним баллов. Это личные заказы только для нашей семьи. Кроме этого, заказы делают все члены семьи для себя, потому что они все в Арифлейм. Дальше двигаемся. Арифлейм, вернее поездки за рубеж, это вот катализатор роста. Это то, что нас двигает, что нас заставляет, и мы выполняем план, и, конечно же, потом и ездим, и еще о нас пишут. Вот Арифлейм Бурда написал, вот городская газета, вот журнал мира Арифлейм про Эльгизы написали. То есть я сегодня это показываю не для того, чтобы похвастаться, а я рассказываю о том, как мы создаем свой бренд. вас узнавали, надо стать лучшими, как говорят французы, стать лучшим на своей улице, стать лучшим в своем городе, стать лучшим в своем филиале, стать лучшим в России, стремись к этому, надо, чтобы узнавали, и нас узнают, дальше двигаемся, нас узнают, потому что мы в городе ассоциируемся не как Арифлейм, а мы ассоциируемся в городе как предприниматели, крупные при том предприниматели, Нас узнают и в администрации, нас знают и мэр города, нас все знают, потому что мы выполняем какую-то особую миссию. Мы не только делаем людей красивыми, а мы еще занимаемся и благотворительностью, и помогаем городу в каких-то делах. И вот в один момент мне сообщили о том, что мои персоны выдвигают на республиканский конкурс предпринимателей. И в номинации «Женщина-директор города», вернее, в номинации «Меценат года» в конкурсе «Женщина-директор года» 12-го года я становлюсь победителем. Там надо было подготовить портфолио, рассказать о том, как мы занимаемся. И там не просто за то, что 5 рублей, а за то, что мы показывали цифры. Ну, например, полмиллиона мы выделили на всероссийские спортивные соревнования среди студенческой молодежи. И к нам обратились, и мы выделили эти деньги, потому что в «Эрифлэм» мы эти деньги зарабатываем. Мы понимаем, что мы можем поделиться, и мы знаем, что это принесет пользу. И порой мы делаем это и ради рекламы, может быть, какой-то, но мы предприниматели, и поэтому мы поступаем как предприниматели. И открываем офисы, заявляем о себе, и администрация города, естественно, нам тоже потом самые лучшие места предлагает на каких-то городских мероприятиях. Она не приглашает наших конкурентов на эти мероприятия, потому что они знают, что «Эрифлэм» – это круче всех, что они красиво выставятся, что они красиво все это сделают. И вот сейчас ближайшее мероприятие «День матери» опять пригласили кого? «Эрифлэм». И мы этим очень дорожим, и все делаем для того, чтобы это случилось. Поэтому вы можете обратиться в администрацию города, там есть отдел по работе предпринимателей с вопросом, чем вам помочь. И тогда вы тоже будете в числе этих победителей дальше, Александр. Ну, а вот это СПО, это офисы, и буквально вот недавно мы открыли один из офисов, сейчас оформляем второй офис. У нас вот такие красивые большие офисы, 50 квадратных метров, где мы ведем встречи, где разговариваем. Вы, наверное, поняли, что я не онлайн-лидер, я онлайн только сопровождаю людей. Но в нашей команде есть онлайн-лидеры, но я чистейший оффлайн-лидер. Это как классика, костюм, есть классика, да? Вот я одна из тех. Я работаю вживую, мне нравятся люди с температурой 36,6. Я люблю очень обниматься, я люблю смотреть в глаза, я люблю ощущения вот эти испытывать. И мне нравится похлопывать по плечу. Я вот чистейший визуал-кинестетик. И поэтому все работы веду вживую, рассказываю, а потом приглашаю их в онлайн именно на наши вебинары, на наши ежедневные. В день у нас по три, по четыре вебинара. Это когда люди уже дома обучаются. И вот наша задача такая. Как мы открываем ИСПУ тоже в Ютубе, на канале вы можете посмотреть наши ролики. Дальше идем. Самое главное во всем этом – открыть ли ИСПУ, построить ли карьеру в Арифлейм, пригласить человека и взяться за его развитие. Это момент принять решение. Вот с того момента, когда вы приняли решение, должна начаться штатная работа. Это не просто сегодня приняли решение, а завтра отказались. Нет. Принять решение, заявить всему миру, может быть, основателям написать, может быть, Магнусу открытку отправить в подтверждение, сказать, я принял решение. Дальше. Вот мы приняли решение. Стать президентом Арифлейм. Это было в прошлую новогоднюю ночь. Уже скоро Новый год. Пора бы отчитаться. Но мы находимся в процессе. Мы строим президентскую команду. Ежедневно моя жизнь начинается с молитвы. Я спать ложусь, встаю, одна наедине нахожусь. И, конечно, у меня появилась мечта стать президентом Арифлейм. Появился план, и я преодолела кажущийся длинный путь в несколько шагов длиною в несколько недель. И это привело меня к триумфу, богатству и процветанию. Я счастлива от того, что сделала прорыв в своей жизни. Я заявила о том, что хочу стать президентом Арифлейм. Мы с мужем каждый день говорим, что мы строим президентскую команду. Мы сказали это руководству, мы сказали это своей семье. Мы отошли от каких-то дел, которые нас оттягивают от этого звания. Фокус у нас на президента, потому что у меня есть колода вот этих фотографий, где на фотографии как раз все президенты. И среди этих фотографий есть моя, которая говорит о том, что я тоже стану президентом. И, естественно же, я работаю над этим. Но одной молитвы этого недостаточно. Дальше. Нужны действия. И, конечно же, я вам уже рассказала, что мы делаем. Кроме этого, о чем мы каждый день говорим людям. Конечно же, о мечтах, как я вам сегодня говорила. И формируем у людей очень важные вещи. Мы не говорим о том, что вот приди, купи тушь и помаду. Мы стараемся в первые минуты, чтобы человек хотя бы строчку услышал о том, что у нас есть возможность пользоваться нашей продукцией. И за то, что ты распространяешь информацию о компании Арифлейм, просто-напросто получать в подарок автомобиль Шкоду Рапид. Мы рассказываем о том, что у нас можно путешествовать. И всё об этом говорит у нас в офисе. И мы стараемся об этом во время презентации. Хоть долю информации, но обязательно об этом сказать. Мы говорим какие-то очень важные вещи. И на второй-третьей встрече мы, конечно, всё это раскрываем. Мы тут же скидываем ссылки, и не обязательно наши, а топовых лидеров, которые есть в России, которые говорят умные вещи. Не надо ничего лишнего делать. Если вы не разбираетесь в интернете, если у вас нет своих там сайтов и так далее, есть море... Ну, я, например, вот даже не собираюсь этот сайт делать, потому что есть сайт Арифлейм. И я знаю, что много людей, даже из лидеров, не до конца ещё изучили этот с виду, казалось бы, простой сайт. А когда туда зайдёшь, он реально... Он очень информативный. Он очень классный. Надо просто нам показать людям, из чего он состоит. Наша задача – влюбить людей в сайт Арифлейм, чтобы они туда заходили ежедневно и черпали оттуда информацию. Я знаю, что я не умею петь. Я вообще... У меня ни слуха, ни голоса. Вот гитара лежит, это играет мой сын. Но я могу организовать любой хор. Я напишу объявление, я наберу этих людей с голосом, я найду этот зал, где будут репетировать. Арифлейм – это бизнес-организатор. Наша с вами задача – организовать людей на вебинары, на сайт, ещё куда-то, чтобы они заходили и смотрели. Сегодня самые люди, которые... Они копирайтеры вроде называются, да? В Арифлейм сегодня нужны руки, которые бы нажали на эти клавиши, скопировали в одном месте информацию и передали другому, как мяч. Сегодня очень много информации. И на канале в Ютубе, на канале Арифлейм, пожалуйста, заходите там, готовая информация. Скопировали, ссылку передали. Сегодня очень много лидеров, которые... У них на каналах это можно взять, они делятся информацией. Сегодня просто надо скопировать и передать другому. Или просто открыть эту дверь в мир больших возможностей. Вот об этом ежедневно мы говорим, дальше двигаемся. И, конечно, это нам помогает. Мой принцип – если хочешь повернуть другого, повернись сам. Начинать нужно с себя. Только когда ты сам будешь много рекрутировать, за тобой будут повторять. Только когда ты сам будешь раздавать каталоги, ты покажешь это другому человеку. Я тебе помогу. Надо говорить людям, которых ты приглашаешь в Арифлейм. Я тебе покажу, как это делается. Повторяй за мной. Не понял? Давай ещё раз покажу. Не понял? Давай ещё раз. Десять раз покажу. На одиннадцатый делать будешь сам. Договорились? Договорились. Вот это мой принцип. Я его очень люблю. И по этому принципу живу. Я всё начинаю с себя. Если хорошо – это сделали я. Если сделали отлично – сделали они. Если сделано супер – сделала команда. Но если плохо – это сделала я. Мне надо начать с себя. Дальше, кроме принципа этого, есть, конечно, другой принцип. Это принцип, если ты хочешь относиться к людям так, как хотела бы, чтобы к тебе относились. Дальше, Александр, двигаемся после этого принципа. Вот. И, наверное, у вас тоже есть свои принципы. Вообще, живите по принципам компании «Орифлэйм». Они очень правильные, они очень этичные. Относитесь к людям, ко всем очень этичные. Сегодня есть кодекс этики «Орифлэйм». И нужно этим воспользоваться. Мы открытая компания, мы акционерная компания. И очень важно доверять и «Орифлэйм», и ещё важнее, чтобы доверяли вам, чтобы ваше имя ничем, никаким моментом не было испорчено. Берегите свою честь с молоду. Работайте правильно, согласно кодексу «Орифлэйм». Три причины, почему нет результата. Или неправильно делаете. Ну, может быть, такие моменты бывают. Ну, неправильно, не услышали, не поняли сразу. Переспросите. Или мало делаете, то есть не загружаете себя, боитесь перетрудиться. Или же, конечно, ИБД. Делайте вид, что делаете. Имитация бурной деятельности. Пересмотрите, пожалуйста, чем заполнен ваш день. Сколько у вас встреч. Если у вас меньше 10 встреч в день, о Майами, конечно же, ну, можно помечтать, но Майами вы будете смотреть по Ютубу, через наши ролики. Но если у вас запланировано 10 встреч в день, то Майами у вас случится без промедления. Это точно. Поэтому 10 встреч в день у вас должно быть обязательно. В ваших ежедневниках должны быть расписаны все встречи. Если вы делаете вид, присутствуете на работе, и у вас нет по итогам дня регистрации, ну, 5 обязательно должно быть регистрации. Я помню, когда я пришла в «Орифлэм», я прочитала у Татьяны Ковзик то, что у неё висит девиз «Сегодня с моей подачи моя организация увеличится на 5 человек». И каждый раз, когда она открывала дверь на улицу, ей этот листок бросался в глаза. И я повторила это же самое. Я просто напечатала. «Сегодня с моей подачи моя организация увеличится на 5 человек». Приклеила это на дверь. И каждый раз, когда я уходила на улицу, на работу, я понимала, что я домой должна вернуться. И, открыв дверь, прочитать, что «Сегодня с моей подачи моя организация увеличилась на 5 человек». Вот живите по этому принципу, и у вас обязательно получится. А получится путешествовать, получится… Всё у вас получится. Дальше, Александр. Потому что как не может получиться. Потому что нет волшебных методов. Есть упорство, и, сохранив его, ты сможешь достигнуть любой цели. Только бить в одну точку. Я сейчас часто говорю, когда вижу действия своих ключевых партнёров, и когда я им задаю вопросы, чем напомнил твой рабочий день. И я говорю, ты знаешь, твоя работа похожа на дырявый шланг. Вода в разные стороны разлетается. Твоя работа должна быть такой, чтобы из шланга в одно место и мощная струя была направлена. Твоя задача – сформировать график работы свой так, и не важно, что ты делаешь. Работаешь ли ты в онлайне, работаешь ли ты в оффлайне, работаешь ли ты с промстойкой, работаешь ли ты домашними кружками, работаешь ли ты один на один в кафе. Все методы опробованы, все методы хороши, все методы работают. Важно количество. Сколько раз ты это делаешь. Важно, какое количество времени ты это посвящаешь. Помни о том, что 21 день – это привычка. Формирование привычки. Полгода – это частью тебя становится привычка. Если ты полгода ежедневно будешь с утра до вечера проводить встречи, через полгода произойдет трансформация твоей жизни. Ты станешь бриллиантовым директором, твой доход будет 212 тысяч рублей, ты будешь два раза в год ездить, путешествовать, путевка на два лица, ты попадешь в Майами, твоя задача – просто полгода отвлечься от ненужных дел, не распыляться, а просто сфокусироваться и понимать. Победа. Дальше, Александр. Победа. Вот это важное, что тобой должно с сегодняшнего дня, не завтра, а с сегодняшнего дня тобой двигать, потому что на карту… Саша, последний слайд. Давай, включи, пожалуйста. И эти моменты очень важны. Дальше двигаемся. Что меня вдохновляет, это, конечно, моя семья. Это трое моих сыновей, это две моих невестки, они обе Варифлэм, старшая мой спонсор, младшая прошлым каталогом вышла на 18%, и, конечно же, это мои три внучки и один внук. Мы с мужем, мы глава этой семьи, мы вдохновители этой семьи, и семья для нас – это наше вдохновение. Только они меня вдохновляют на то, чтобы я рано вставала и поздно ложилась. Только они меня вдохновляют своими мечтами, чтобы я ежедневно очень много работала, потому что я знаю, что бизнес передается по наследству. И сегодня даже, когда моя внучка ехала, которой три года, она говорила, мы с тобой будем вместе строить, мы с тобой будем строить бизнес, мне это очень уже понятно, что она скоро вырастет, и реально мы знаем, кому нам передавать наш бизнес. Поэтому вот это меня ежедневно заставляет шевелиться, ежедневно заставляет работать. И я знаю, что когда вы сегодня прослушаете, кто-то, может быть, записал, кто-то, может быть, заново посмотрит в записи эту информацию, кто-то, может быть, ну, я думаю, что найдете в Ютубе, обязательно это будет. Я знаю, что какая-то, может быть, маленькая фишка вам поможет в работе. Очень хотелось бы. Мы очень открыты, мы с Ильгизом готовы делиться еще и еще раз. Ильгиз – мастер звонков, обзвона, тотального обзвона структуры. Мастер просто. Я у него учусь, у него это классно получается. Он умеет упавшие директорские структуры поднимать просто. Он умеет дожимать, он умеет обзванивать и говорить очень важные слова своим, как консультанты говорят, бархатным голосом. У него это получается. У него своя фишка в работе. У меня, конечно, своя фишка в работе. Вместе мы с силой, поэтому, наверное, у нас получается. Я благодарна каждому из вас, кто сегодня на вебинаре, за то, что пришли сегодня, за то, что собрались здесь. И я знаю, что вы возьмете на вооружение и просто сегодня включите ту кнопку, где называется «Пуск». и просто-напросто все с нами встретитесь в Майами. Для меня сегодня это одно. Я только каждый день думаю о том, как огромное количество наших лидеров появится на бриллиантовой конференции, потому что мои мечты не дают мне спать. Они ежедневно напоминают мне о том, что у меня они масштабные, они большие. А для компании мы, конечно же, наши мечты – это их вдохновение. С наступающим вас Новым Годом! Помните о том, что сказка, Новый Год – это сказка. И с Арифлэм все мечты сбываются. Их нужно обязательно загадать и потом просто делать, ежедневно делать. Спасибо. Всего доброго. Всё, давай. Спасибо, Гузель, за потрясающее выступление. Мы тоже с небольшой задержкой, но даже спикер, который следующий планирует выступать, заслушался и говорит, нет, 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 Саш, ни в коем случае не прерывай. Давай дослушаем, потому что Гузель, а свои слова, они, я смотрю, многих прям в самое сердце, в самую душу задели, вселили какую-то надежду, веру в свои собственные силы. Потрясающая история. Большое спасибо. Повторю. Отключаем. Да. И сейчас, прежде чем мы передадим слово следующему нашему спикеру, у меня есть предложение ко всем участникам нашей трансляции. Сейчас, секундочку. Да, ко всем участникам нашей трансляции сделать одну вещь. Сейчас вот пока маленький перерыв, буквально минуты 3-5. Вы можете написать в чате свои благодарственные отзывы тому выступлению, которое только что видели и слышали от Гузель Гелязовой. И если у кого-то из вас, как вам такая, кстати, идея, если у кого-то из вас есть фотографии вместе с Гузель, где когда-то вы с ней встретились, сфотографировались, подключите к своему отзыву и эту фотографию. Давайте, пусть запестрит этот чат с вашими благодарностями. И заодно мы займем эту небольшую паузу. Сейчас не отключайтесь. Коротенький перерыв. Мы подключим сейчас нового лидера, нового спикера нашего онлайн-форума. Итак, онлайн-форум продолжается. Продолжение следует... Продолжение следует...